Сегодня я сломаю традицию подводить итоги Под конец года, в канун Нового года Я полагаю, что итоги 2023 года нам предстоит подвести в 2024 году И вот почему 2023 год был для Башкортостана годом окончательного понимания Непригодности региональной власти Ошибки и преступления членов команды Хабирова Сформировали понимание того, что регион остро нуждается в замене управленческой команде Обилие уголовных дел в отношении высших чиновников республики Провал, исполнение национальных проектов, развал медицины, ЖКХ, городского хозяйства, транспорта и дорожного строительства Все это стало окончательно очевидно и для жителей республики Башкортостан И как ни страны уже для Кремля Потому что под конец года мы с удивлением наблюдали Как от Хабирова отвернулась партия Единая Россия Как его заблокировали и не допускают до монаршего тела Владимира Путина И все эти признаки говорят о том, что регион ждут большие-большие перемены Для Башкортостана 2024 год должен стать годом выводов Выводов и перемен Ну, все указывает именно на это А вот для жителей республики Башкортостан 2024 год должен стать годом очень важных и очень ответственных решений То, что сейчас происходит со страной и с нашим регионом Это прямой результат того, что мы всячески уворачивались Избегали этих ответственных решений последние 24 года И теперь настал момент, когда эти ответственные, серьезные и порой неприятные решения придется принимать Как бы ни было нам страшно И как бы нам не хотелось увернуться в очередной раз от этих решений Их принимать придется Иначе мы все скатимся в какую-то катастрофу Даже наш финальный опрос в телеграм-канале в 2023 году показал, что 39% наших запуганных репрессиями подписчиков Ожидают от следующего года каких-то серьезных перемен для себя и для страны Ну, 39% это еще не большинство Но 39% это очень-очень много А то, что касается нашего канала «Открытая политика», то я очень доволен тем, как он развивался в 2023 году Спасибо каждому из наших подписчиков, наших настоящих друзей А их уже почти 44 тысячи человек За их активность спасибо, за их критический подход Очень много меня поправляли, исправляли Находили какие-то мои ошибки и не только оговорки, а действительно серьезные ошибки Большое спасибо тем, кто поддерживает с нами связь и присылает нам всевозможные материалы, факты, истории, события республики Без вот этой взаимосвязи, вот этой обратной связи мы бы, конечно, не могли делать то, что мы делаем Как ни странно, например, ВКонтакте очень активны наши подписчики и присылают нам материалы, документы, факты Это вот бесценный на самом деле материал и бесценная помощь нашему каналу Ну и от всей души желаю всем жителям республики, всем нашим подписчикам хороших новогодних каникул Здоровья, покоя, счастья в семье Все остальное, кроме этого, мы с вами сможем поправить и наладить в ближайшие годы А вот тем 50 с лишним процентом наших подписчиков, которые в опросе сказали, что они никому не верят И ничего не хотят и не ждут от ближайшего времени и от наступающего 2024 года Хотелось бы сказать, что отчаяние тяжкий грех Давайте не будем отчаиваться, давайте будем надеяться Давайте будем с каким-то хоть оптимизмом смотреть в будущее Ну и еще раз всех с Новым годом И бабку, и репку, и мышку, и даже Алисю Маратовну поздравляем с Новым годом Желаем всего самого-самого хорошего Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!